Все-все за работу. Мы строили и строили, и наконец построили. Отлично. Значит, что я сегодня хочу рассказать? Рассказать я хочу про HP-шний фреймворк E2.0, который нужен для того, чтобы замечательно делать все-все-все для веб и не только для веб. Зовут меня Александр Макаров, я вхожу в основную команду разработчиков этого самого фреймворка. Ну и про работу в куче других разных интересных компаний, в том числе и в Воронеже. Но об этом потом лично, если будет интересно. Слайды доступны по вот этому адресу, если кому-то вдруг не видно, кто-то хочет зайти вперед, чтобы почитать спойлеры или еще что-нибудь, можете пользоваться. И здесь есть адрес наш на GitHub. Можно посмотреть, что у нас происходит. Сначала немножечко расскажу не про сам фреймворк, а про PHP в целом. PHP это клевая, на самом деле, штука, и все, кто говорит, что это не так, но они, по крайней мере, немножечко лукавят. PHP, он, на самом деле, отличный выбор для веб-разработки и не только для веб-разработки. И он намного жилее остальных. Как ни странно, если зайти на статистику того же В3C, мы увидим, что на PHP сделано аж 81% всех проектов по B, что немало. Ну, у PHP есть много-много косяков с синтаксисом, с очередованием параметров, там, со всеми этими веселым поведением. Но для этого нужны фреймворки. Если я беру PHP в хороший фреймворк, то становится вот такой приятной штука. Ну, окей. Без слайдов будет гораздо-гораздо хуже. Сейчас можно попробовать его рефрешнуть, но я немножечко пробовал. В PHP, на самом деле, штука замечательная, и в PHP происходит много разных интересных событий. Самое главное событие последних лет, это, наверное, то, что Facebook открыл, что он, да, такой нехороший, работает только на PHP. Начал что-то там у себя пилить. И вообще еще обвиняли в том, что ай-яй-яй, Facebook такой большой, а вот на PHP ничего и не делали. И вот, немножечко посидев там что-то по делу, они взяли и выкатили HHVM. Сначала это был HIPI-VM, теперь это HHVM. Это у нас виртуальная машина, которая ускоряет работу PHP в несколько раз. И мало того, что он ускоряет, это, на самом деле, не главное. HHVM, он немножечко несовместимый, на нем много чего не работает. Вот. Но сам выпуск этого HHVM послужил хорошим таким пинком компании ZELT и всем разработчикам оригинального PHP. Они поняли, что ой-ой-ой, Facebook наступает, надо что-то делать, она шевелится. И начали последние где-то полтора года пилить все по производительности, по фичам, по всему. И пошло такое суперразвитие. Добавили, вот, петли, шевелали, пароли, всякие там генераторы, встроили веб-серверы и тучу-туучу всего. Сейчас, насколько я знаю, Дмитрий Стоков занимается PHP-J новым движком, который еще будет круче, чем HHVM в плане производительности. И будет, собственно, частью самого PHP. Вот. Кроме HHVM есть еще всякие другие альтернативные реализации, там HippieVM, JPHP и так далее. Но все-таки HHVM, наверное, самая такая суперштука. Вот. За последние годы произошла еще одна офигенная штуковина — это GitHub. Появился GitHub, наступил огромными темпами. Каким-то образом заманил к себе почти всех разработчиков, которые вообще что-то делают для open-source. И получилось, что вот на GitHub собралось какое-то суперсообщество. Если вы сейчас в какую-то библиотеку пишете его вклады на open-source и это не GitHub, на вас будет уже смотреть довольно косо. Ну и прекрасная штука в том, что GitHub довольно-таки удобен. Он позволяет совместно работать гораздо приятней. Ну и все это вливается в то, что проект развивается быстрее в общем. Не только какой-то там определенный фреймворк или язык, а проекты в общем. Вот. Ну, помимо GitHub замечательные штуки произошли и в сообществе PHP. Мы придумали такую штуку, как PSR. Это набор таких стандартов, которые разработчики фреймворков взяли, собрались вместе, обсудили как чего и выкатили пару стандартов на форматирование кода. Один или два стандарта, уже два стандарта на загрузку классов. Поверх этих стандартов образовался Composer. Composer — это менеджер пакетов для PHP. Раньше у нас был только PIR. PIR была штука устаревшая, она ставила пакеты исключительно глобально. Кто-то пользовался, кто-то не пользовался, но, в общем, все понимали, что это что-то не то. А вот у соседей в Ruby были клевые штуковые ген, которые ставишь, они сами подключаются, сами работают, все вообще круто. Вот мы зовут телекомпозер. Composer стал делать примерно то же самое, что делает рубежный ген. Всего его жизни стало на самом деле намного проще. А из-за того, что вот эта вот автозагрузка класса более стандартизирована, все вот новые пакеты библиотеки, они не мешают друг другу ничуть. И получается, что мы можем просто прописать в Composer JSON какие-то там пару строчек, и получится у нас, что вот библиотека готова, библиотека затянута в проект, мы ее можем использовать. Все замечательно. Ну и последнее, это то, что есть несколько фреймворков, которые действительно стабильны, действительно поддерживаются, и действительно обратно совместивы. А не просто так вот есть какой-то фреймворк, мы начали им пользоваться. Вышел через неделю супер-релиз, который поломал все. Ну, здравствуйте, две недели переписывания. Это все прекрасно и замечательно. Но есть и достаточно грустные вещи. Самая грустная вещь – это переусложнение. Так как, ну, PHP в принципе развивается, добавляются новые фичи, становится чуть посложнее, но это не самое главное. Самое ужасное – это то, что люди смотрят на такие массивные, огромные супер-решения на ЯВИ и так далее, которые сделали для огромных предприятий и начинают переносить их в свои маленькие проектики или средние проектики. Надеюсь на то, что когда-то это вырастет в супер-предприятиях. Да, и получается, что для вывода простой странички иногда, иногда наворачивают там 30 супер-классов, фабрики, наследования, полиморфизмы там, все такое. Ну, PHP-код становится слишком сложным. И все из-за стремления к заграничной гибкости. Самое ужасное, что многие считают, что это единственный правильный путь, как завещенного. Фауна и все такое. Все проблемы программирования можно решить дополнительным словом абстракции. Это правда, но нельзя решить проблем избыточной абстракции. Так сказал Дэвид Уиллер, и он был, в общем-то, прав. Все ради чего? Ради чего вообще вся эта абстракция? Оно делается все ради ситуации, а вдруг что-то пойдет не так. То есть взяли и надо нам поменять одну базу данных на другую внезапно, да? Ну, такое бывает на самом деле почти практически никогда. Что мы получаем в итоге? Мы получаем страшную болезнь паттернизма. Когда люди, начитавшись трудов Фаулера, отличной книжкой, надо их понимать, как применять. А применение фанатично, получается, довольно жуткие вещи выливаются. Становится, да, конечно, применение паттернов от излишней гибкости, становится вам проще тестировать. Но иногда это так изувечивает API, так изувечивает внешний вид этого кода, что человеку с кода ей не разобраться, что это такое вообще. Приходится копаться, рыться, все это должно было улучшить и удешевить поддержку проекта, но выливается в совсем иное. Все это получается довольно слоеное, то есть получается куча-куча слоев, как у лука. И в тестах, да, мы можем там завернуться раз, сделать какой-нибудь там рефлекшн применить, там еще что-нибудь грязное, какие-нибудь гадости, которые в обычном коде не стоит делать. Но зато у нас обычный код может сохраниться, API работает каждый день, тесты мы спускаем один раз, но надо поддерживать, так бывает. Плата за гибкость, она всегда сложность, и сверхгибкость, как правило, она не очень нужна. Вообще, если мы пишем проект максимально просто, то мы можем взять и передать основные такие рутинные задачи разработчикам с уровнем поменьше. На самом деле, если у вас большой-большой проект, то содержать команду из 30 сеньор-девелоперов как-то не очень. Это сильно накладно, это раз, во-вторых, они другому скрызут. Это будет выяснять то, что он все-таки из них прав, и как же надо делать. Вот. Что же вообще с этим всем поделать? Есть такая штука, как практичные фреймворки, в которых нет лишних сложностей, действительно лишних, которые попроще изучать, в которых поменьше какой-то непонятной супермагии, то есть когда самолет летит, а как он летит, непонятно. Скорее всего, там феи задействует, но кто его знает. Вот. Поменьше слоев, поменьше конфигурации и API как можно меньше и проще. Вот фреймворк, который делаем мы и фреймворк, он как раз такой, то есть он сложный ровно настолько, насколько это необходимо, и не больше. Есть несколько мифов вообще, которые про PHP фреймворки, да и фреймворки вообще, да и вообще любой код часто встречаются. Первый миф это про переизобретение колеса. Часто говорят, что ой, 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 вы там переизобретаете колесо, вот та лига уже есть, она клевая, зачем что-то еще делать. Но бывает так, что те самые переизобретатели через какое-то время, они когда-то либо выясняются, ой, да она работает в два раза быстрее новая, она в два раза стабильнее и лучше. На самом деле шансов у второго человека, который пишет, ну, в общем-то, то же самое, переизобретает колесо, у него шансов гораздо больше сделать правильно, потому что он видит ошибки предшественника. А дальше. Если в фреймворке есть какой-нибудь там контейнер-депенденс-инjection, он напихан всякой клевой фабрикой, паттернами там и всякой другой фигней, то он хороший. Это не обязательно так. Скорее всего, если одна печет эту наружу, что-то здесь опахивает, а если у него их нет, то же, ну, как-то странно. Если сделали фичу первыми, то лучше остальных. Про это я уже сказал, что кто-то делает фичу во вторую, часто делают ее лучше. Слабая связанность всегда лучше. Ну, да, здесь, 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 здесь почти правдивое утверждение. С той лишь разницы, что если мы делаем нечто расширяемое и берем и разбиваем на кучу-кучу всех, то есть, есть слабая связанность на уровне кода, это прекрасно. Есть слабая связанность на уровне библиотек, когда мы все разбиваем на маленькие-маленькие кусочки, распихиваем по отдельным репозиториям пакетом и используем таким образом. Вот, и во втором случае есть маленькая проблемка. Если мы все это раскидали по куче-куче маленьких библиотечек, и при этом эти библиотечки одни там назвали официальными, там, супер ядро, и все круто, а вторые не назвали. Ну, просто вот выкинь, вероятно, вот наша библиотека использует. То это может привести к тому, что если у нас расширяемый продукт, народ начнет писать свои там какие-то модули, компоненты, и вот нужно проект почты. Мы берем, если у нас все это дело встроено в ядро, мы берем и, естественно, используем в ядро. Ну, зачем мы строим что-то еще? А если нет, то каждый начинает выбирать свой почтовый клиент. И когда кто-то пытается все это дело использовать вместе, у нас получается что? Что у нас есть в проекте два модуля и пять почтовых клиентов. Потому что каждый, кто писал внешние модулы, хотел свой почтовый клиент, ему с ним удобнее работать, что, отлично. Ну, и получается такая палка о двух сторонах. Вот. Если нет фичи какой-то там, то, соответственно, продукт плохой. Это, ну, это может быть правдой, если продукт законченный и он для конечного пользователя, но, соответственно, если это фреймворк, то это на самом деле не главное. Во времена композера и пакетов вы можете прописать этому устройству и получить то, что вам нужно. Что действительно важно? Важно, чтобы было легко изучать, легко отлаживать, исправлять ошибки, чтобы фреймворк не мешал работать, не страшно навязывал какие-то свои практики. Чтобы сообщество было активным и дружелюбным, это особо важный момент, потому что если никого нет вокруг и вам что-то нужно спросить, когда вы совсем-совсем один, это может закончиться тем, что проведете много-много времени, ничего не поймете и закончите это вообще. Вот. А фреймворк должен быть активным, совместимым, стабильным, то есть поддерживаемым. Потому что для бизнеса очень важно, чтобы код не ломался каждую неделю, чтобы документация соответствовала тому, что есть в коде. И, как бы, не должно быть ложных попыток настроить, расширить все это дело. Ну, если вы что-то там убираетесь, да, хотя бы заменить компонент один на другой, написать что-то свое. Ну и самый суперпункт, самый-самый-самый, наверное, важный, то, что фреймворк должен нравиться. Если не нравится, ничего не поможет. Какого там крутой и замечательной с точки зрения разработчиков не было, если не нравится, ну, что делать. Что же такое вообще вот этот вот самый E2.0? Это фреймворк, работающий в парадигме MVC, написанный на версии PHP 5.4, сбалансированный, хорошо сбалансированный. То есть мы пытались, с одной стороны, включить туда побольше фич, хорошо его разбить, сделать более-менее гибким. С другой стороны, мы не хотели туда вносить излишние сложности, сильно много там выпячивать, что у нас есть какие-то там папраны и все такое. Он стабильный и поддерживаемый, ну, по крайней мере, он будет стабильным и поддерживаемым через полтора недели, когда случится финальный релиз. Вот. Он лицензирован под BSD, то есть делать с ним можно все, что угодно. Можно его взять, переписать, продать, если сильно хочется. Если сможете. Решает все основные задачи веб-разработки, и мы замахнулись на API. То есть мы взяли и устроили замечательный фреймворк, и из которого можно, используя все эти вот красивые наши модели, всю работу с базы данных, можно все это дело проксировать на API и получить красивую-красивую REST-оберточку, которую можно тут же начинать использовать через Android-приложение или что-нибудь еще. У нас есть инструменты для отладки, состоят из, собственно, отладчика, который собирает кучу-кочьей информации, потом можно по каждому запросу посмотреть. И, соответственно, при возникновении ошибок, не просто там голая белая страничка с ошибкой там и строчкой в файле получается, а все очень красиво. Вот. Ну и, как я уже сказал, работа с данными, с базой очень приятна. Плюс у нас замечательная документация и, я думаю, одно из самых лучших сообществ. Вау. Окей. Клявые штуки. Ну, тут опять что-то не погрузилось. Ну, тут опять же из-за ниночка. Ага. Открылся на вкладке. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это проекты, которых используются иди. Здесь можно видеть несколько более-менее глинотипчиков, знакомых. Всяких разных маленьких уютных компаний, да? Вот. Если не видно, я могу озвучить. То есть это такие штуки, как Wikimark, Rosyama, Stay, DoubleGIS. DoubleGIS один из самых, наверное, наших больших пользователей. У них все API, там весь веб-сайт, все, что дает данные, как раз построено на фейлорке. И дальше RTRS. Раньше это была какая-то внутренняя система. Потом он понравился, они еще и веб-сайт переписали. Ну, и по центру есть такая штучка маленькая, как Facebook. Да, они не используют нас на основном в проекте. То есть в самой социальной сети вы никакого и не найдете. Но у них есть довольно такой большой медийный проект для рекламодателей с кучей, там, статей всего остального. Вот он сделал как раз на ИИ. Вот. Там есть еще один слайд. Опять же, с картиночками. Да. Вот. Здесь еще всякие штуки. Есть МТС. Вот. Из таких знакомых, наверное, штук. И, скорее всего, это RTRS тоже. Кто-нибудь это знает, да? Вот. Окей. Что я хотел сказать дальше? Дальше стоит отметить, что ИИ всегда был достаточно быстрым фреймворком. Но так как последняя у нас тенденция на усложнение, а мы все-таки заботимся о том, чтобы все сильно усложнялось, он стал прям хорошо быстрым по сравнению с конкурентами. Но если, конечно, опустить маленькие детали и не сравнить с фреймворками, написанными на осях, типа Falcone и всяких маленьких классных фреймворков типа Cybex. Естественно, там ничего нет, они работают чуть быстрее. Вот. И у нас HHVM совместим на 99,9%. Раньше было в этом слайде 100, но мне прилетело в почту, что у кого-то он все-таки не завелся. Поэтому 99,9%. Мы это дело отладим, прилизуем, скорее всего, нет работы. Перед установкой стоит подготовиться. Так как все у нас в PHP теперь идет через композер, стоит, конечно, первым пунктом взять и слить себе композера, поставить его. Дальше следует выполнить такую супер-супер команду Composer Global Require и длинное имя библиотеки. Это все указано в документации в людьми и везде, но вот это почему-то часто забывает, потому что, ну, вообще-то нетипичный такой шаг. Вот эта библиотека, она позволяет нам вытаскивать JavaScript-библиотеки напрямую из реквизиторий повара. Что очень-очень хорошая вещь. Ставим Basic. Basic — это у нас шабовое приложение. То есть, чтобы из коробочки взять, развернуть все это дело и сразу начать работу. Ставим с одной командой. Composer Create Project, дальше несколько параметров и имя вот этого реквизитория Basic. Вот та вот штука со звездочкой, она необходима до релиза, то идет еще полтора недели, если кто-то захочет попробовать. А выставляем стабильность в LDP-версии. Вот дальше заходим Basic, стартуем Localhost и видим вот такую клевую штуку. То есть, вот оно уже, замечательное наше Basic-приложение с Bootstrap. Bootstrap у нас такая клевая CSS-либа, которая позволяет нам быстро сделать интерфейсик, не ужасный. Особенно полезно для программистов, которые работают без дизайнера и не очень у которых с версткой. Это просто подарок. Вот, ну и внизу есть такая классная-классная штука, как отладочная панель. Она нам выводит текущую версию EPHP, статус реквеста, текущий экшен, что у нас есть в логе, за сколько загенерировалась, соответственно, страничка, сколько скушала памяти и сколько пакетов со всякими JavaScript и CSS-ками у нас при этом было использовало. Если мы пройдем на страничку в контактах, мы увидим там клевую формочку. Формочка, ну, стандартная формочка, да формочка, но она кое-чем отличается. В ней есть валидация. Валидация — это проблема. Это проблема вообще там всех веб-проектов. Это ужасная-ужасная штука, рутина, которую просто нельзя не улучшить, не обернуть во что-то более приятное. Мы обернули. У нас по умолчанию валидация, когда мы ее задаем модели, мы ее описываем в виде каких-то правил. Допустим, что поле e-mail не может превышать 256 символов. Должно быть в формате, естественно, как e-mail и все такое. Вот мы это все описываем, засовываем в формочку, и у нас автоматом генерится JavaScript и, соответственно, PHP-шный код, который проверяет это и на клиенте, чтобы было побыстрее, и на сервере, чтобы было надежно. Писать ничего руками не нужно. Вот есть такие штуки, как корчаток и так далее. Можно отправлять форму AJAX, если захочете. Все это сразу работает. Если мы шляпнем по той самой параличке, которая была внизу, она станет наверху, а внизу у нас получится вот такой вот замечательный атланчик, в котором мы можем посмотреть конфигурацию приложения, мы можем посмотреть, что нам прилетело в запросе, мы можем посмотреть, что нам в этом запросе налогировалось, по профайле какие-то определенные места кода, посмотреть, какие запросы в базу ушли и так далее. Самое интересное, что, ну, сейчас странички часто делают АЯКСами, то есть там не один запрос происходит, а там, допустим, 10 блоков, и основной запрос, ну, в принципе, он нам не сильно интересен, зато вот 10, которые загрузили каждый отдельный блок, это штука интересная. И у нас поэтому показывается не только текущий вот этот запрос, который был, а у нас все это дело дампится, скидывается в отдельную директорию, и оттуда можно смотреть всю нашу историю. То есть можно выбрать, какой из запросов нас интересует, посмотреть по нему все вот те же вещи. То есть и конфигурация приложений, и запросы в базе данных, и логи, и все и так далее. Вот. А логи, соответственно, ну, просто показывать списком не очень, поэтому мы их можем фильтровать, искать по ним, по категориям, по сообщениям. И еще одна классная штука – это сообщение об ошибках. Если мы где-нибудь там писались или сделали что-нибудь не так, то стандартная PHP ошибка – это такая белая, гадкая, маленькая, непонятная фигня какая-то, которая сверх возникает, но надо смотреть, что это такое. У нас ошибка полезная. То есть она мало того, что показывает, что это за ошибка, ее текст и так далее, но стандартная практика, она еще показывает кусок исходного кода, в котором эта ошибка произошла. И он красненький, выделен как раз та самая строчка. То есть, скорее всего, программисту вообще даже ничего не придется там и думать, и делать. Просто достаточно глянтнее, и все станет сразу понятно. Вот. А вопреки распространенному мнению, что фатальные ошибки в PHP не ловятся, мы их поймали и тоже вернули в такую красивую штуку. То есть, допустим, ошибки синтаксиса языка, он тоже покажет вот это вот, что угодно ли. Все ошибки у вас конвертируются в exception. То есть, их можно ловить. В общем-то, это не так уж часто нужно, но бывает хорошо. Дальше. Что еще у нас есть из коробочки? Из коробочки есть генератор Conor. Кто-то нас ругал за это дело, кто-то там хвалил, но факт в том, что он позволяет стартовать гад гораздо быстрее и потом рутинные операции делать сильно быстрее. Генератор кода умеет генерировать у нас модели, контроллеры, формочки, какие-то там модули, расширение и, соответственно, ну, крат-контроллер, что значит, там, create, update, delete. Что-то забыл. Read, да. Вот. Который, соответственно, делает у нас отличные контроллеры, которые, в общем, ни на что не годны, кроме админ. Но админ-пио сделается часто, поэтому там он пригождается. Вот. Дивератор контроллера вот здесь покажем. В принципе, это формочка, в которой мы там занимаем какие-то параметры. Нажимаем preview, получаем список файликов, которые у нас генерятся. Если файлики там с чем совпадают, то у нас показывается, соответственно, div. Можно прямо в этом окошке там пометить. Заменяемый файл, берем тебе участие, что еще с ним делаем. И можно делать, спорить, из концовки, если вам веб не имеют. Это вот штука, которую мы приделали относительно недавно. Вот. Мало, если мало, если мало, то есть еще. Есть шаблон приложения advanced, который немножечко посложнее. В нем уже ведется какая-то работа с данными, то есть там по умолчанию настроено соединение с базы данных, есть авторизация, агентфикация, есть функционал по восстановлению пароля. Он делится на frontend, backend, command и консоль, что позволяет разделять код между вот этими вот разными приложениями, разносить на разные сервера разные части приложения, ну и заниматься вообще-то вот этими всеми вещами, которые в мелких проектах особо не нужны, но потом могут пригодиться, если вдруг проект вырастет. Что у нас есть еще? Еще есть немножко официальных расширений. Поддержка от Vigo Smart из коробочки, то есть многими до сих пор любимых шаблонизаторов. По умолчанию мы не предоставляем их, но подключить очень легко, документация описана. Есть расширение для правки, соответственно, почты, для работы с AsThings, Elasticsearch, Redis, MongoDB, ну, почти полный набор популярных на SQL. Есть куча всего для клиент-сайда, то есть PutStrap, jQuery, UI, есть библиотека для работы с изображениями, соответственно, от ланчики, которые я уже показывал. Есть пара решений для тестирования, это Conception и Faker. Есть клиент, вот классная штука, клиент для авторизации по внешнему сервису. То есть авторизация для ВКонтактика, руками писать, в общем-то, тебе не надо, она встроена. Можно все это сразу брать и делать. Вот, ну и как все это дело ставится? Ставится супер просто, одной командой. Набираем Composer, Require, Preferredist и Software 2, MongoDB, и, собственно, все. Дальше просто в ходе пользуемся нашими моделями, которые работают с MongoDB, ничего нигде дополнительного не прописываем, не загружаем, все замечательно. Я был немножко удивлен, но оказалось, что вот есть такая циферка 750 неофициальных расширений по и вышел еще до его релиза. Для баз данных в версии 1.1, которую мы долго-долго разрабатывали, поддерживали, у нас был немножко разный синтексис, когда мы поработали на разных уровнях. То есть на уровне модели у нас был немножко один синтексис, на уровне там DAO немножко другой синтексис, на уровне сырой скверки был еще третий синтексис. Это не нравилось ни нам, ни кому-то еще, и мы сделали так, чтобы на уровне, на всех вот этих вот трех уровнях, то есть у модели там, у запроса и так далее, у нас одними тем же частями запроса можно было управлять единообразно. Выразилось это в очень приятную штуку. Мы наконец-то разделили модели Query. В версии 1.1 была архитектурная ошибочка, когда их слепили в одно, и получалась всякая разная гадость типа залипания критерия, когда мы пользовались несколькими моделями одного класса. Сейчас этих проблем нет, можно клонировать файндеры, есть шорткаты, соответственно, для быстрого поиска, для поиска по каким-то критериям. Вот. А Active Record, он поддерживает у нас связи. Связи осталось две. Все остальное мы выкинем за нервности, потому что, соответственно, из вот этих двух, из хазмана и хазмани, можно собрать все, что угодно. Вот, мани, мани мы выкинем. А являются связи у нас методами, что дает возможность делать крутую штуку, как, например, добавить дополнительные условия. То есть, вот здесь в коде, кстати, код видно, код видно, вообще отлично. Вот здесь вот в коде у нас есть два метода GetPosts и GetActivePosts. Различаются они только тем, что Active у нас лимитирует по статусу все посты, и для этого только активные. Вот. Соответственно, все эти вот условия, их можно подскрывать, получится классный такой синтексис уже в контроллерах, там, или где вы собираетесь использовать модель, которая будет объяснять именно, что делается, а не как делается. Многие-ка многие, да, я знаю, что этот вопрос тут же обычно задают, он является через hasMany и через viaTable или через метод via. То есть мы показываем, что, ну, допустим, вот у вот этого поста есть куча тегов, и вот эти вот посты и теги, они связаны через промежуточную комбицирую, через privateTablePostTag. И все это дело начинает автоматически работать, все прекрасно и замечательно. В версии 1.1 ActiveRecord и его модели были достаточно прожорливыми такими к памяти. Очень прожорливыми. Поэтому в 2.0 мы постарались как-то это дело исправить. И во многих случаях, на самом деле, вам модель, собственно, и не нужна, вам нужны данные, которые это модель представляет. Поэтому сделали такую штуку для харкорщиков, получить все массивчиком. На массивчик требуется значительно меньше памяти и меньше процессорных ресурсов, чтобы его наполнить. К сожалению, да, PHP пока не умеет все это делать супербыстро, поэтому время это действительно значительно. Вот, и можно написать AzureRay и получить, соответственно, вот все в виде массивчика. Для моделей поддерживаются грязные атрибуты и линкование. Грязные атрибуты – это очень такая простая штука. Взяли, допустим, пост, ничего у него не отредактировали, сделали ему сейв. И тут мы осознаем, а чем его сохранять-то? В I1.1 – это бы вылилось в дополнительный запрос в базе данных, который все наши сохраненные или несохраненные, любые неизмененные поля взял бы и записал заново в базу. Но это дело как-то немножко глуповато, поэтому мы сейчас храним, какие из полей поменялись, и пишем только их. Если не поменялось вообще ничего, то, соответственно, никакого запроса в базу вообще не будет. Ну и для вещей, которые… для связей, для связанных записей, для связанных моделей, есть два метода link-a-link, которые можно использовать для того, чтобы добавить тег к посту или, соответственно, убрать его. вот. Ту самую проблему с производительностью и с потреблением памяти мы начали развивать еще дальше и сделали получение данных в порции. на самом деле вот эта штука использовалась чаще всего в всяких скриптах для импорта и так далее, когда брали огромную базу, тащили из нее там 10 тысяч записей и пытались все дело записать, и все еще и за один раз. Я все время говорю, что делать неправильно, это и правда неправильно делать, потому что это вытягивать мелкими порциями, пытаться как-то записывать по чуть-чуть. Ну, плюс еще раз параллелить можно, еще и быстрее сделать. Все круто, но почему бы это не улучшить? Взяли и улучшили. Теперь можно сделать вот такие вот циклы, то есть бетч, выбрать по 10 записей за раз, соответственно, по ним что-то сделать и тут же вычтеть их из памяти, и, соответственно, итерироваться по одной и выбирать по 10. Это помогает. А также есть еще интересные штуки в ActiveRecord, например, то, что ActiveRecord работает одновременно и с SQL, и с MySQL. Можно взять две модели, одну засунуть в MySQL, вторую засунуть в Redis, связать их, и все будет отлично. Дальше что еще? Ну, как и в 1.1 поддерживается жирной линии загрузка данных, по умолчанию строятся запросы, которые оптимальны кэшировать, если вам кэшировать не хочется, вы можете сказать фреймворк, фреймворк, сделайте мне один большой крутой SQL-заброс, я хочу меньше запросов. Поддерживаются транзакции, поддерживаются блокировки, и есть из коробочки такая штука, которая нужна, когда проект сильно растет, Redrite Splitting. То есть, когда у нас делается репликация, о которой вчера рассказывал Аксёвов, долго и хорошо, вот, у нас получается, что по умолчанию, вау, вау, по умолчанию у нас начинает у нас, соответственно, писать в мастер и читать со слоев, если, конечно, все это дело доступно. Если что-то там выпадает, оно автоматически меняет коннекшн к базе данных из списка, пока что рандомно, но, соответственно, вы можете там перекрыть метод, улучшить, сделать, чтобы читалось как-то более логично. Немножко о приоритетах. О приоритетах вообще развития фреймворка, и почему мы его сделали таким, какой он есть. Первый приоритет, номер один, это мы не усложняем. Нам сложности не нравятся, я, например, ушел от разработки под V на G2E, именно потому, что там было настолько навернуто, что ой-ой-ой, а можно было сделать гораздо проще. Мы не усложняем, и нет ни одного названия вроде setMyCoolFactoryDependency InjectionContainer, ну, потому что это просто непонятно чего. Мы балансируем, мы стараемся делать приятный API, действительно получается очень даже неплохим. мы покрываем 80% всех потребностей, а для остальных 20% мы просто даем возможность как-то расширить, настроить, то есть, что если вы оказались в каком-то тупике, и расширить нельзя, ну, значит, это уже бак фреймворка, можете писать в нем в трекер. Мы документируем. У нас документация никогда не отстает от кода. И наоборот. Мы документируем на API вообще сразу, как только мы пишем код, а руководство запаздывает максимум там на день, если человек, который писал, тот там сильно устал или что-то такое. Если оно начинает запаздывать сильнее, мы беремся и всеми-всеми доделаем это быстрее, потому что, когда документация не соответствует, это просто-просто ужасно. Вот. А главная наша документация, наверное, это руководство. Оно переводится, поддерживается. для версии 1 1 там перевод на 16 языков полный еще где-то на 10 не совсем полный. Для второй версии уже на 7 языков переводить иначе. Здесь в планах книжки Лария Ульман будет писать книжку. Я пишу книжечку с набором рецептов. И, как ни странно, до релиза вышла вот эта книжка марка Сафронова. Еще прилично для релиза, поэтому там могут быть неточности, но, в принципе, почитать будет интересно. Вот. Мы любим инструменты, мы любим API-документацию, мы любим IDE-шки, поэтому следим, чтобы в них все классно дополнялось, работало. Мы никогда не забываем про производительность. Можем некоторыми вещами по красивости кода немножко пожертвовать, если, конечно, это не критично, чтобы все работало быстрее. Вот. Но мы сами используем фреймворк и следим за трендами. Здесь не сильно важная картинка. Можно ее пропустить. Вот. Поэтому мы, так как мы работаем в частичной часть core-team работает в комбайне с тайком, и там мы делаем API-сайт и несколько приложений для путешественников. Общаются они с сервером, соответственно, через JSON, через API. Мы подумали, что в моем мобиле довольно много шишек, пока писали все это дело, разобрались хорошо, как надо там делать в API, как не надо, и, соответственно, весь этот док вылился в REST API-фреймворк. Он у нас получился достаточно удобный. То есть он ставит у нас аналогии между обычной веб-разработкой и вот этим REST. То есть контроллер action это у нас получается API-энпоинт. Контроллер это у нас группа энпоинтов для одного типа ресурса, а наши модели, которые ActiveRecord или просто модель, это у нас ресурсы. Примерчик вот такой простой. Есть замечательный ActiveController, который можно использовать для того, чтобы стартануть сверхбыстро. Здесь мы указываем модель. В этот метод action все, о чем мы можем вообще не писать. Указываем модель, дальше прописываем чуть-чуть в URL-менеджеры, чтобы он у нас развалил, разработил куда надо все наши get, post, head и так далее запросы. Вот. И все. Получили классную штуку, что get по юзерам у нас выводит постраничную всех юзеров, head у нас соответственно отдает заголовки, post создает новый юзер, get id создает новое и так далее. Вот. Собственно, вот, получилось. Пробуем керлом, получаем ответ. Ответ у нас приходит в виде JSON по умолчанию. если клиент у нас отдаст другой, что типа мы хотим получать получим XML, отлично, можно будет еще и контентайпы написать, если вам допустим надо получать все в сжатом бинарном виде. Есть тут некоторые еще дополнительные заголовки. Во-первых, это постраничная разбивка. Она идет с заголовочкой. То есть выдавать сразу тысячу вот этих JSON штуковин ну как-то не очень. Я думаю, даже клиенты некоторых не станут переваривать. Не везде это хорошо. Мы разбиваем по страницам и сообщаем сколько вообще страниц, на какой странице, сколько у нас на странице надо подображать. И соответственно есть ссылочки на другие API инпоинты, которые у нас дают следующие странички, предыдущие странички и так далее. Для чего вообще это нужно? В первую очередь это нужно для быстро проектипирования. То есть обычно стартует команда так. То есть пишется API в это же время, ну примерно плюс-минус неделя начинается написание каких-то клиентов под API на Android, на iPhone и так далее. И если API писать руками и с нуля и ничего для этого не использовать, то нормальный готовый API у нас получится очень даже нескоро. и, соответственно, команды, которые работают с мобильными приложениями, у нас притормозятся ой-ой-ка. А здесь мы можем все это дело быстро спрототипировать, они начнут работать, а потом, если что-то вдруг в стандартной вот этой штуке не пошло, мы можем там менять формат, добавить какое-то версионирование. Вот. Да, кстати, версионирование у нас поддерживается из коробочки, мы можем это прямо в браудинге указывать. Но не знаю, что как обновляться с версии на версию клиента, мы об этом ничего не говорим, это сложная задачка, решайте сами. Вот. Сервизация, которая по моделям, она настраивается, то есть для каждой модели можно указать, что уйдет в API. То есть для пользователя, соответственно, можно указать, что пароли в API не шли, вот, хэши там не отдавались и так далее. А, да, еще один важный момент, валидация. Валидация, которая, я говорил, которая работает по веб, которая нам генерирует сразу, и JavaScript, код, и PHP, код, которые все это дело валидируют, она, те же самые правила еще применяются для API. Это вообще прекрасно. То есть мы описываем тем же самым правилам, к которым привыкли все в API, если у нас что-то там мы хотим запустить, обновить юзера и пишем у кого-то неправильный имейл, у нас в ответ придет ошибничка. Вот. Что у нас поддерживается? Общий API это полный нормальный REST, есть фолдбэк на клиенты, которые REST к сожалению не поддерживают, они уже достаточно редкие, но бывают. Поддерживается общий цех от из коробочки автоматически, есть метод для модификации, то есть начиная с простого HTTP basic и заканчивая всякими интересными вещами типа OAS2. По поводу авторизации, в общем-то используется ровно то же, что и используется в самом фреймворке. Поддерживаются вот эти гиперссылки на другие API-эндпоинты, которые показывают там в следующей странице и так далее. В общем, то, что можно дальше делать с API. Эта штука называется Hypermedia as the engine of application state или hate house. Есть HTTP геширование в браузере, в клиенте, это приличный экономит трафик и ускоряет соответственно работу приложений. Но в браузерах это не так важно, потому что каналы широкие и хорошие, а вот в мобильниках это очень сильно важно, потому что народ сидит на всяких вещах типа edge и получает какой-то 20-мегабайт может быть фатальным. Поддерживается R-E-G-V-T, то есть можно ограничить пользователя N-запросами в секунду, чтобы соответственно какие-нибудь там боты не спорсовали у нас все подряд и не клавили нам сервер. Тегментация по этому делу можно посмотреть по ссылочке, достаточно полная. Вот, теперь вопрос когда все это дело выйдет и наконец-то я могу рассказать какую-нибудь дату. И дата это 12 октября 2014 года. Если, конечно, не вылезут какие-нибудь супер страшные косяки и не придется все это делать но я уже сомневаюсь. Что касается версии 1.1 народ вообще который на 1.1 имеет огромные большие проекты они пугаются увидим что 2.0 уже сейчас выходит сейчас 1.1 будет обратно совместимости нет. То есть большие проекты придется да и маленькие тоже любые проекты придется переписывать плюс в том что хорошая идея из 1.1 то есть все вот эти клевые штуковины все построения висе оно все осталось никуда не поменялось но поменялся архитектура поменялась версия PHP поэтому как есть все не получится вот мы написали целую большую хорошую главу в нашем гайде о том как перейти с 1.1 на 2.0 можно будет это почитать но вообще что будет с 1.1 1.1 никуда не девается он стабилен он поддерживается последний раз мы к нему выпустили не так дал security патч на подходе скорее всего еще один а потом будет такая большая версия с фоксфиксами поддерживается будет минимум до 2016 если кому-то нужно будет дальше то скорее всего мы продлим чем можно помочь можно заходить на китхаб писать туда фидбэк писать туда баги писать туда фиджи реквесты посылать туда полу реквест полу реквест больше всего как ни странно с ними приятнее вот и да можно еще помочь с переводом документации на русский и все остальные языки которые вы знаете если есть какие-то вопросы задавайте у нас есть второй микрофончик и по вот этим ссылочкам можно плотнее познакомиться с фреймворком с тем что делаю я и продолжить снимок вопроса есть а кто-нибудь может потаскать микрофончик там внизу такая штука вверх и вправо и вправо микрофон вверх окей я там сам побегу вопрос следующий вопрос при использовании сайтов довольно-таки прошиб в проектах которые стартуют с пуля но многие разработчики хотят попробовать такой удобный фреймворк в каких-то мелких проектах даже например студии которые занимаются конвертом производства сайтов хотели бы использовать это для того чтобы было видно было интересно было удобно было удобно поддерживать среди официальных даже совсем официальных среди комьюнити которые работают плотно с вами знаете ли вы какие-нибудь CMS системы которые можете посоветовать и рекомендует в использовании собственно которые работают на новые фреймворки которые вы считаете достаточно интересными в развитии соответственно таким образом и второй вопрос сразу скажу насколько у него приоритетные версии начали появляться того и мне интересно просто ваше мнение ваше комментарии по поводу почему процесс разработки достигла занят в ток времени и просто сам путь как вы прошли к этому почему заняло время какие фичи вы заняло больше времени для внедрения и соответственно как это все происходило спасибо хорошие вопросы по поводу вообще целесообразности использования фреймворка для конвейерной сработки часть из того что вы озвучили оно в общем-то неплохо то есть то что он хочет проще это дело поддерживать то что человек решивший в контракт в компании сможет сходу с чем-то разобраться это все классно но с другой стороны именно для конвейера лучше все-таки действительно взять попытаться либо что еще лучше взять какую-нибудь поддерживаемую хорошую смс-ку из смс-ок на i на версии 2.0 пока ничего нет рано еще а вот на версии 1.1 я могу назвать две штуки это первая крафт а вторая это юпи юпи это делалось в основном командой из Москвы они сами используют в кучу-кучу проектах именно вот таких конвейерных юпи не совсем связан с разработчиками самого фреймворка просто часть авторов юпи они помогали установлению new framework.ru и соответственно переводы документов ценороски ну и плюс они прислали довольно-таки что хорошо а второй вопрос он такой сильно обширный на самом деле то что пререлизные версии начали появляться в начале прошлого или прошлого этого да весной начали появляться а вышли только сейчас это на самом деле не полная картина а вот мы над ним начали что-то в районе 2012 года а вышла она только сейчас сам пререлиз был весной да но если вопрос именно про пререлизу то была идея замахнуться на клиент-сайт то есть чтобы пакеты с я вас критом и css у нас автоматически стягивались автоматически пользоваться в решениях и так далее и довольно долгое время заняло именно выбор и допил это решение для чего-то такого стабильного нормального потому что это никто дать им не делал все натыкались на какие-то суперграбли мы тоже наткнулись на просто поле из граблей но все вроде как более-менее удачно прошли единственное косяк или не косяк особенность которая из этого выпала это вот эту которая показала в слайдах глобальная независимость композиера остальное все работает ставится автоматом а мы еще микрофончик окей ну если вопросов больше нет или если они суперконвенциальные их нельзя скрывать ага есть отлично в общем пользовался такой вещью приятной и полезной как юи бус там очень много компонентов которые не нужно самому подключать отдельно где-то а там уже все есть я ее совершенно смущенно нашел после того как то есть никакой связи с юей не было у нас ничего в этом я просто думал а почему бы вы разрабатывали и я почему бы не выключить именно пусто я разработал какая-то связь с этой компанией у вас есть то что все равно но я в своих проектах его сразу подключаю действительно полезная вещь я использую для 1.1 но он вышел уже для 2.0 просто интересно думали ли вы об этом и что уже есть для такого типа ну быстрого развертывания таких штук типа там какие-то особенные сервик 2 например ну что-то вот такое так окей прежде всего расскажу что такое вообще монстр это такая замечательная библиотека которую написали ребята с которыми мне удалось работать сейчас один из них также в команде фреймборка вот там достаточно много всяких интересных виджетов готовых решений и так далее проблема в том что в 1.1 довольно трудно было отсудить о качестве пакетов плюс не было стандартного какого-то способа эти пакеты затягивать когда мы делали 1.1 композера ну и 1.0 тоже композера еще не было поэтому никакого стандартного способа затягивать сети пакетов не было все это лежало на сайте в zip-архивах поддерживалось ну не очень хорошо некоторые пакеты были отличными там с тестами со всеми делами некоторые вообще никакими какие-то без документации какие-то без документации вот все это приводило к огромному супер хаосу поэтому на фоне них да, действительно бустер она такая супер крутая штука которая есть действительно качественная компания в 2.0 во всем это судить стало проще все дело выкинуто в пакетах на гитхабе там есть звездочки и так далее сразу видно какой пакет хороший какой нет и и для в принципе уже уже есть те же пакеты для для каких-то еще вещей поддержка она вообще в официальном расширении которые официально поддерживается и супер гриды тоже уже где-то были в одном из вот этих вот 750 пакетов и я думаю что хорошие пакеты они сейчас начнут всплывать вверх мы собираемся еще сайт перелопатить сделать там показ всего этого в очень хорошем виде я думаю что это не будет такой проблемой и надо действительно в решении типа и бостера которые собирают в себя там тучу 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 всего а оно отпадет еще вопросы? окей так ладно в общем подходите потом кому интересно еще что-нибудь поспрашивать а я передаю слово спасибо аплодисменты спасибо 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 здравствуйте меня зовут ливанов океан я работаю в минской студии варгейминг и не делаю танки я занимаюсь оперированием проектами расскажу какими а именно программами плановые бойни значит немножко в начале адекватит танки наверное здесь все знают что такое есть кто не знает думаю что все а вот что такое плановые вольные уже наверное меньше людей немножко расскажу про технологический степ и очень по верхам о том как устроен наш веб внутри варгейминг дальше немножко об оперировании сразу говорю что это будет лично наш опыт с нашими проектами но мне кажется что он применим и намного шире расскажу что я думаю о мониторинге потому что у него все время забывают и совсем чуточку чуточку по нашим инструментам перейдем в клановые войны на данный момент вот на сегодня состоят из трех частей это сами по себе кланы глобальная карта и буквально два месяца назад вышли укрепт районы значит что такое кланы кланы это такой сервис сервис который позволяет людям танковым клиентам играть в клане набирать людей распределять казну свою клановую плюс еще в кланах есть такая возможность это такая большая всегда говорят что кланы это сайт знакомств там есть военкомат там бойцы ищут клан а клан ищет бойцов и на самом деле это достаточно крупный рынок рекрутинга потому что есть люди которые следят бротных боях в каких боях за людьми и прям набирают себе команды немножко статистики вся эта статистика представлена по нашему региону то есть по России и СНГ у нас 150 тысяч кланов это самый большой наш регион более полтора миллиона клановых игроков около миллиона бойцов ищут клан ну и нагрузка на именно кланы конкретно на этот сервис достигает до 30 тысяч запросов в минуту причем как бы цифра на самом деле небольшая но стоит понимать что запрос то может быть а я хочу получить информацию о всем клане а в клане там 100 человек и как вы знаете нахабристо тонула где-то в июне месяце от гейминга инициатива о том что пишите для нас какие-то сервисы ну там конкурс есть такой public API так вот людям дали возможность наступаться до нас напрямую и они стали заступаться и им позволительно делать достаточно много но глобальная карта на самом деле это отдельная пошаговая игра просто она связана на том что в конце там будет танковый бой это ее сильно отличает от тех же кланов потому что кланы это сервис и больше не имеешь у него есть функциональность афишка он что-то там делает а тут полноценная игра со своими правилами со своей болью игроков по этому поводу с чем угодно плюс на самом деле на регионе мы имеем не одну глобальную карту мы проводим различные ивенты и события их становится аж две одна для тех кто хочет тренироваться играть на карте и с каким-нибудь измененным геймплеем на геймплеем в полицию и геймплеем и геймплеем геймплеем нагрузка 10-12 тысяч танковых сражений причем стоит отметить что танковые сражения идут не так что в течении всех суток у нас есть понятие prime time чтобы люди было удобно они приходят с работы назначаются бои в определенное время и они играют ну и вот во время ивентов я видел лично до пяти тысяч планов на одной карте сейчас значительно меньше когда играется просто в песочнице но это тоже достаточно большая цифра Укреплайоны Укреплайоны совсем новым режим игры причем не вынесен пока достаточной мере веб он находится прямо внутри танкового клиента он вышел два месяца назад но пока что мы получаем тут для игроков статистику ну так 85 тысяч Укреплайонов составило 150 тысяч кланов то есть фактически каждый клан сделал себе Укреплайон и Клан может построить себе его в нем строить здания эти здания развивать и соответственно получать какие-то плюшки в боях больше опыта больше кредитов больше обучения экипажей ну и вот 85 тысяч укреплайонов построили 300 тысяч пастыров то есть они не пусты при том что там фактически застроились совсем скоро можно будет нападать внутри укреплайона на дружку станет интереснее немножко расскажу про то как устроены клановые воины изнутри значит все у нас написано на бетоне на бетоне 2.6 и местами стали переходить на питон 2.7 так исторически сложилось что все написано на джанго сейчас текущая версия которую мы используем джанго 1.6 перешли на нее мы где-то весной в начале весны переходили в основном из-за того что там появилась возможность в базе данных с этим мы поймали очень неприятный баг самой джанги что персистент коннекшн работает корректно только если вы используете http то есть как бы если ваш воркер не использует ничего то он попадает как основное хранилище мы используем базгресс скейл версии 9.3 кое-где встречается внутри еще мы пользуем vsk кэшевую фрон кэше mq брокер у нас rabbit на фронтах стоят njinx как аппликейшн у нас для того чтобы управлять мы используем супервизор ну и salary для синхронных тасков вот такой стек в принципе для всего не только для вебового гейминга характерен из нового что у нас появляться что можно еще встретить наверное вот так картинка не знаю видно или нет буду пояснять тогда вот значит в принципе все любое приложение такое типичное ну не любое любой проект внутри нашего веба выглядит как какие-то какой-то мастер иногда иногда есть слейвы на них развернуты jinx где-то на мастере который потом балансирует нагрузку которая от него приходит есть memcash для того чтобы постоянно не обращаться к базе данных и не выскалили только когда все на самом деле крутится таких проектов вебе есть 70 по-моему сейчас которые между собой как-то взаимодействуют планы карта еще что-то платежки ванны и и прочие вещи все это дело общается между собой либо по http либо по xml rfc ну и все что мы используем еще это nbdmq мы обмениваемся сообщениями ну и вся эта радость соединяется с нашим игровым сервером который реализован танковым самолетным надеюсь скорой корабельным которые реализованы технологии big world он такой это достаточно закрытая для нас тело черный ящик мы что-то положили очередь туда панель взял ответил не ответил мы не всегда знаем накладывать некоторые сложности при работе потому что пользователям это не так интересно теперь перейду по сути к самому оперированию что же мы понимаем под оперированием главных войн потому что если прогуглить то на слово оперирование вы вообще ничего не найдете насчет технического будут различные отсылки к ну и сами разработчики сделать просто не смогут мы реализуем запросы на оперирование код бизнеса потому что ну что мы будем называть запросы на оперирование глобальная карта это больше относится к ней это игра и ее нужно постоянно кто-то хочет поднастраивать что-то менять на ней что-то проводить если это делать силами разработки то разработка перестанет развивать продукт она будет только заниматься исключительно вот этими маленькими настроечками и наделками плюс действительно нужно чтобы кто-то был заказчиком для разработки инструментария и потом пользовался потому что иначе просто вылазит if else и так далее если кто-то говорит нет давай мне нужно так и так и так заказывает разработку то это значительно лучше потешка и сопровождение это некоторые вообще считают что это основная часть работы это действительно большой кусок мы должны не смотря ни на что делать так чтобы сегодня работала 4 на 7 с минимальными потерями плюс например на глобальной карте существует политика компенсации то есть если что-то поломалось мы игрокам даем голодовку определенные суммы есть документы в общем все для игроков публично описано это это тоже знание мы сами для себя пишем инструментарий и очень сложный и очень большой кусок работы это интеграция с другими проектами у самих клановых воин очень много потребителей то есть включая тот же паблик допустим который торчит и сами клановые воины являются потребителями для других сервисов и нужно это все как-то вместе увязывать немножко о технических особенностях которые мне показались интересными о которых можно рассказать ну первая техническая особенность высокая связь как я говорил выше 70 проект 30 у нас есть какая-то операция и это особенность вторая возношерстная инфраструктура вообще танки оперируются в семи регионах по всему миру то есть это российский классер в США в Европе отдельно стоит в Корее в Азии и во Китае там между Южным и Северным Китаем очень плохая связь поэтому они отдельно живут ну потому что очень критично для игроков в пинге если у вас в пинг 300 или 400 миллисекунд вы сможете сыграть ну сможете но будет прямо плохо по всему миру по всему миру специфические настройки по разных регионам то что подходит нам не подходит корейцам то что подходит корейцам может не подходить европейцам и так далее также вот первых три я расскажу более подробно нижние три последних ну с ними честно говоря мы не придумали что хорошо и красиво делать вот линейная нагрузка глобальная карта она работает это пошаговая стратегия каждый ход начинает обсчитываться 0-0 минут каждого часа так вот целый час игроки что-то там делал ход накапливается а потом в начале часа мы должны посчитать чтобы дать им возможность играть дальше и это неприятная особенность так было заложено так к этому все привыкли и это вызывает некоторые трудности то есть мы должны что-то придумать чтобы в начале часа все было очень быстро и хорошо как можно так можно лучше все остальное время в принципе нагрузки нас не сильно полную капризный головой сервер взял капризные в кавычки он на самом деле построен его бизнес задача чтобы там шли танковые бои это его основное все остальное для него вторично и и отправляя ему сообщения вводя в любую очередь изволит он его обработать не изволит мы не знаем нам ничего никто не гарантирует поэтому мы живем с этим от этого строится архитектура самих приложений и их и ну и большие объемы данных потому что это это касается немного меньше крановых поинт потому что из игровых серверов погружается очень много данных и статистики для того чтобы игроки это все могли посмотреть потому что опять же игровой сервер ничего кроме проекта не болез не умеет значит чем плохо высокая связанность с другими проектами и компонентами во-первых это низкая устойчивость если что-то где-то осталось чем у тебя больше связей чем более они критичны тем больше шансов что ты тоже упадешь оттуда исходит эффект домино начинает складываться под нагрузкой одна компонента которая вообще может не иметь никакого отношения к твоей инфраструктуре к твоим проектам она складывает соседнюю по каким-то причинам и так далее и так далее и доходит до тебя все не очень хорошо сложности при составлении календаря релизов это словно будет релиз-менеджеров которые пытаются состыковать выход одной компоненты может потребовать совместимость с другой два варианта либо мы делаем обладную совместимость где-то что-то костылится либо пытаемся как-то притянуть с проектами менеджерами эти календари ну и достаточно неприятными получаются обновления или разгарки мы используем достаточно большой инструментарий достаточно много чего автоматизировано но постоянно какие-то нюансы чем больше связи тем больше нюансов что-то можно забыть я выделил внутри нас какие основные так сказать связи наши потребители и где мы потребители мы общаемся по шттп через брокера и напрямую уходим в базу данных да такое встречается как особенно когда проекты команды разъехались зато нового проекта выпучки когда ты был один он начинает недоразъезжал недоразъехался остается вот такая вот ерунда значит какие плюсы и минусы ну вот разные опишки мне больше всего нравится написали сами себя поддерживаем в одном месте сами себе выходим мы закрыты у нас своя кухня по шоу масштабируется на одной ноте я пишу поставлю на третьем жильце перейти и работаем и работаем значит какие минусы что тп нам не гарантирует что будет что-то выполнится где-то что-то потаймало-то отвалилось и и все ну и отсюда же вот есть беда с крупными опять же запросами это все связанные вещи с тп где-то на каком-то джинксе он был куда-то дальше из-за того что объем большой где-то лак его взял и срезало блокер а он сглаживает нагрузку туда скидываются сообщинки мы накапливаем по мере возможности оттуда начинаем их доставать прекрасно легко масштабируется и легко настаивается честно говоря с настройкой его как с точки зрения аппликейшн никаких проблем особенных не испытывал подписался и отлично отписался роутинг прокинул смасштабировано тоже там там все из коробки я написал в минус невысокую надежность тут стоит сказать что это касается даже не самого mqp или это касается реализации на стороне того же битона или в общем либо со стороны самого приложения и с этим нужно как-то жить потому что сам-то протоколом гарантирует доставку но есть нюансы и если у вас объемы допустим это миллионы сообщений а мы потеряли одно но тот бедный пользователь который там остался без своего там сообщения без своей порции данных ну его нужно как-то учитывать и опять же мы должны делать скидку на вот этот ну и у нас здесь достаточно инструментарий чтобы это как-то пытаться снивелировать плюс опять же я видел такие вещи когда с одной стороны я подключен мне публикейшн говорит что я подключен к очереди но сообщения просто идут в никуда и потом это окажется что это какой-нибудь баг это будет в следующей версии но я отнес это к минусам хотя сам по себе MQP достаточно надежное хорошее решение ну и как я и говорил еще есть связи когда мы ходим в чужую базу данных напрямую на самом деле это был бы не такой плохой вариант если бы это один проект был то есть это просто одна компонента две компоненты одного проекта но проекты разделяются времени как всегда катастрофически не хватает одному нужны данные из второго но в больших объемах отбьют и оставляют модель у себя действительно быстро просто и хорошо вроде как но вообще даже не стоит объяснять почему так делать нельзя но самый крупный минус в том что если изменилась схема данных в одном месте давайте все вместе ее менять и так далее до бесконечности в общем что делать со связью ну капитально скажу количество связей нужно уменьшать в предыдущем докладе говорили что это не всегда правильно действительно их нельзя полностью уничтожить но их не должно быть избыточно много и вообще нужно по моему мнению и мы к этому как-то пришли что нужно пытаться инкапсулировать внутри каждые компоненты отдельно то что он делает и вовне выдавать строго исключительно так как полностью от связей мы избавиться не можем мы можем сделать их лучше вот мой совет кэшируйте на потребителях для того чтобы сделать это чтобы это было не так интенсивно если есть возможность лучше скашировать сейчас гигантские размеры оперативной памяти не проблема дальше не забывайте анализировать свои связи отдельно и делать это время от времени потому что иногда получается так что была между двумя компонентами одна какая-то вроде как задача по взаимодействию мир потихоньку меняется объемы данных внутри этого взаимодействия начинают изменяться следовательно вид этой связи нужно как-то поменять и последний совет это стараться реализовывать аварийные режимы работы когда действительно что-то отвалилось сплавать вообще программисты очень оптимистичные люди и они всегда верят что все будет хорошо и протоконов обещают что все будет расставлено что все будет пересистентно и так далее но на самом деле жизнь боль поэтому нужны аварийные режимы причем их нужно обсуждать как с бизнесом так и внутри архитектуры что нам будет стоить если вот этого не будет может быть мы можем по честу не знаю на два часа пожаловать какой-то функциональностью приложения но при этом оно будет работать или нет и это нивелирует большое количество связей и сделать в целом для пользователей систему стабильнее следующая проблема разношерстность соцкульптура как я и говорил у нас 7 продакшн площадок но это еще полбитые все они очень разные где-то у нас расширились железные машины а где-то у нас стоит место виртуал все зависит от нагрузки в данном регионе где-то у нас многононовые конфигурации где-то они не нужны там стоит одна нота где-то в общем на самом деле целый зоопарк и это дает вот особенности при развертывании в релизах ну и это постоянный даже не дефицит тут можно сказать постоянный перекос тут где-то пусто где-то густо но мы не можем физически возить сервера из пата ну это действительно невозможно поэтому проблема как мы с ней начали бороться мы еще так сказать в начале нашего пути но стали причесывать то что мы делаем то что у нас есть стали разрабатывать базовую единицу конфигурации что это такое это вот что нам нужно для того чтобы стабильнее минимально на реалме типа а в нашей площадке вот эта конфигурация нам нужен один типичник мощности для брокера допустим и для кэша и там допустим одна нода для аппликейшен вот мы называем ее базовой нашей базовой конфигурационной единицей мы посмотрели что в принципе нагрузки и количество пользователей достаточно кратные да то есть и стали придумывать правила для того чтобы если есть базовая дальше мы смотрим что вот здесь вот нагрузка в два раза больше чем в предыдущем на предыдущей площадке мы придумали правила по которым будем мультиплицировать наши базовые конфигурации иногда группа взять базу данных ну одна один северный баз данных ну то есть одна машина сделать двое мощнее или поставить другую нет это мы тут как бы так поступать нельзя мы описали эти правила и стали приводить наши идеалы в такие состояния наши площадки что минимально то есть условно говоря маленькая площадка сша чуть побольше в европе и сам большая российская и все это кратно все уже стало чуточку больше похоже воспользовались принципом подобия это сильно облегчает жизнь но пока это не делается за один день не надо просто все перелопать и привести так что пока это в основном только начало процесса основной бумаги с специфические настройки у нас все те же несчастные семь площадок очень часто изменения игровых настроек не релизного цикла то есть нужно постоянно что-то подкручивать постоянно что-то менять где-то какие-то акции причем админок нет потому что не всегда возможно при том что еще и бизнес хочет постоянно что-то новенькое нужно поменять всех вариантов мы предусмотреть не можем ну и плюс это сильно-сильно усложняет ну то есть гибкости не хватает ну и плюс игровые компании акции они тоже сильно разнятся от региона к региону потому что есть национальная специфика какая-то есть разница по объему есть какие-то игровые вещи которые доступны где-то там по политическим выпускам и так далее что мы делаем с этой вариативностью во-первых на самом деле у нас получилось так что все настройки приложения были ну на самом деле были смешные да и инфраструктурные и бизнес логика и геймплей и так далее ну потому что для приложения это на самом деле ничего не переменного не переменного ну константы и константы ну почитали и прочитали ну лежит и лежит но пришли к тому что все-таки их нужно жестко отделять потому что то что интересует deployment это одно дело то что интересует нас для того чтобы решать бизнес задачи это совсем любое дело дальше мы столкнулись с тем что когда у вас многонодовые конфигурации сложные все достаточно запутано нужно проверять то что вы применили то в итоге применилось потому что если у вас из 5 нот на 4 все хорошо а на одной по каким-то причинам там пакет не дошел чем-то что-то случилось не так то один из 5 ваших пользователей ну там при разномерной балансировке будет получать ошибочный результат какой-то и это становится достаточно проблемой потому что там support получает от пользователя заявку начинают проверять а у них все хорошо ну потому что они же там условно говоря в лучшем случае 5 раз покрыть даже самые рутинные простые изменения нужно делать на макете это нужно для того потому что система получать достаточно сложно параметров различных настроек там больше 200 по-моему сейчас и это различные геймплейные настройки как они между собой геймдизайнер может сам не знать что вот он указал что все хорошо здесь он подкручивает что-то а потом вылазит сбоку имейте тестовый макет он не так сложно но нужно ну и опять же самый последний поставок делать одним не ленитесь обычно они все забывают я работал мелких компаний там вообще админка это последний небольшой бизнес позволит себе выкинуть там 30 процентов не знаю времени на разработку на какие-то там отминки а вдруг оно полетит и так далее а потом оно летит но это то что что невозможно невозможно управляться теперь немножко расскажу про мониторинг это это от той части нашего оперирования как поддержка support maintenance в общем какие подходы к монетарингу выработали именно подходы это то к чему мы стремимся куда идем и как мы хотим делать кто им должен информировать угрозе катастрофы а не только констатировать его факт то есть это конечно хорошо узнать что у вас упали сервера но как то уже поздно желательно начать узнавать это не всегда возможно но чаще всего на самом деле начинается появляться какие-то симптомы просто естественно что нету того кто постоянно смотрит в 30 датчиков или в 50 и прикидывает этот процесс можно и нужно потихонечку автоматизировать и искать то есть например из личного опыта вы заметили что есть небольшие вызовы api которые потихонечку обращаются к различным частям системы где-то в базу сходит он там кэшик зацепит может быть еще где-то что-то спросит и по времени отклика этого конкретного вызова достаточно часто было видно что системы вообще-то плохие и все что мы сделали мы реализовали похожий метод и это несколько раз спасало мы не знаем насколько серьезные были проблемы но от проблем это спасает дальше анализируйте данные мониторинга не только когда все попадало это нужно делать постоянно потому что там очень много интересных вещей очень много интересных вещей вот скажите многомистам очень много интересных вещей вы оттуда можете прочитывать и для бизнеса ищите закономенности внутри вот этих данных ну и еще совет используйте несколько источников данных для мониторинга не забывайте смотреть на систему в нескольких срезах не то чтобы они все врут просто каждая из систем показывает свое что мы используем для мониторинга у себя ну да сделаем мониторингу у нас Zabbix он показывает как там здоровьем железок как там операционная система плюс мы пишем свои кастомные триггеры внутри приложения заводим Zabbix агент все это собирает вставляет на сервер мы используем для мониторинга самого приложения то есть как внутри приложения какие компоненты взаимодействуют плюс на самом деле еще мощные механизмы профилирования если вы хотите профилировать очень хорошо ну и у нас к сожалению нету агрегатора но вот мы стараемся в центре используется как агрегатор это на самом деле это система мониторинга это можно настроить аллеры в центре чем он хорош это такая системка вы в приложении его вставляете вызовы и он шлет туда твои избеки плюс внутри центра вы можете настроить ошибки как-то систематизировались вы можете динамикой в общем очень советую если особенно нету ну если нету фабрикации потому что он отлично справляется с многоносными структурами ну самое последнее это наш инструментарий который используется для для поддержки инфраструктуры для поддержки релизов для самого дипломента у нас бит на две части исторически сложилось то есть с инфраструктурами то есть поверх операционной системы и так далее мы возвращаем с помощью пакета пишутся рецепты и раз полчаса применяются но на нужные ноды потому что количество нод ну их там за сотни поэтому естественно что никакого релиза наших компонент бесконечных на базе фабрик такой фреймборчик небольшой он написан внутри нас фабрик 2.0 целая команда занимается этим с помощью него автоматизируется развалачивание то есть в принципе такой инструмент он еще пока сыроват но вообще используется потому что других вариантов нету вы пишете там шаблончик вы пишете какие-то настройки спускаете опять же фабрик он идет на нужные ноды и выполняет соответствующие движения то есть закачивает код хивирует рассказывает его где нужно там перегружает оркеров и так далее вот собственно и все какие-то вопросы все алё здравствуйте хотела спросить при диплое например маленького компонента какого-то как вы понимаете например какие компоненты в каком порядке гасит как вы узнаете какие компоненты друг от друга зависят и поддерживаете эту информацию актуально то есть скажем так это дело автоматизировано или девелторы как-то постят на какой-то вики и что мы зависим от ну это не автоматизировано честно говоря достаточно сложно представить как это автоматизировать для этого собственно существует два операция команда ну и наша команда тоже каждый проект когда он приходит к такому этапу есть процедура передачи оперирования то есть подготавливается различный пакет документации по каждому проекту включая инструменты мониторинга связи технические связи операционные и так далее и все это хозяйство сдается команде которая принимает оперирование все это записывается в фабрик 2.0 у нас есть соответствующие шаблоны то есть там описываются связи и так далее проектов какие есть и практически автоматизировано такое состояние что передали оперирование документация просчиталась люди об этом узнали написали соответствующие скрипты шаблоны в эту фабрику и все дальше при каждом релизе разработка передает рекламентные действия то есть что нужно сделать чтобы из версии а перейти по версии версии б это пока что это к сожалению в текстовом виде но мы идем к тому чтобы это можно было писать формальным каким-то языком то есть это зависит честно говоря не интересовался много споров как это сделать не знаю почему пришли и отвлекся и кто-то оперирует конкретные люди кто будет заниматься релизом они по этому текстовому варианту обновляют опять же все эти связи но как я понимаю что разработчики они каждая команда пилит маленькие компоненты они не знают кто зависит от них правильно или знают ну во-первых знают прям не секрет существуют рассылки и так далее 170 компонентов это можно запутаться как бы большая ну действительно невешенная проблема но вот примерно так как я рассказал спасибо 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 опять же константин в данном случае уже не патругаль а хотел бы у меня целая серия вопросов если нету желающих хотел бы спросить ну любые большие проекты они начинаются с чего-то маленького это он нарастает 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 новым кодом какие-то реализации которые не совсем удачные как в виде на то что вы сейчас получили в конечном итоге что бы вы хотели изменить вот именно стеки технологий в реализации связи между вашими проектами что бы вы могли сейчас используя текущие разработки так сказать и текущие новые технологии что бы вы хотели поменять если бы была возможность поменять это больше вопрос конечно с алюшеном архитектором нашим а не ко мне скажу больше мы меняем и движемся мы не стоим на месте ну тут я поэтому не могу отвечать за компанию или за команду разработки это же близкое мое сугубо личное мнение чтобы поменять ну лично я считаю что лишнее у нас джанго не ставим потому что ну джанго это все таки все таки вебсайты и намного у нас вот именно вебсайта очень мало а мы ее используем немножко немножко не так вот что еще я бы например выкинул манкэш заменил ввода редис потому что с манкшом сам взяли очень много проблем я бы ничего не сказал но если очень много намучились мы он никому тоже ничего не обещает вот такой вот товарищ не очень надежный особенно если у вас на другой ноде это вообще беда а такое тоже мало что еще так глобально 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 даже мы как-то планомерно и меняемся я ну то есть нет такого состояния что мы сделали посмотрели и давно как извините а то что перебиваю насколько сложно вносить глобальные изменения в проект такого да глобальные изменения с точки зрения чего архитектуры да вот в реалиях в агене на самом деле не очень про себя казалось есть еще один вопрос в последнее время в агене движется больше к открытию своей внутренней кухни к открытию IP для пользователей для создания новых модов для создания сторонних каких-то сервисов в том числе веб-сервисов а насколько вы планируете открывать API не только по так сказать пользователям и по планам но также по глобальной карте по своим внутренним проектам есть ли это в планах для того чтобы пользователи могли сделать какие-то веб-сервисы ну веб-сервисы для используя ваш API да показывать их данных и улучшения какие-то опять только для модов я имею в виду опять же вопрос немного не туда это к проекту public API потому что никто не запрещает делать что-то большее чем мы сейчас нам даем то есть есть API какая-то там политика внутри не знаю но на самом деле они развиваются достаточно активно вот там очень много есть и внутренних потребностей то есть открыть вовне да там тоже вот ассистенс развивается так что так что я думаю что тут еще очень ну то есть большой вопрос это время разработки таких открытых вещей потому что одно дело когда мы внутри себя что-то используем когда мы открываем заставить резко нагрузки соответственно это насколько нагрузка по вот этим так это очень хорошо стабилизировали сейчас и у нас очень хорошо заделано то чтобы выдерживать то есть сейчас не могу сказать что это может стать проблемой еще извините просто накопилось насчет периодов разработки у вас есть какие-то это внутри компании по поводу патчи по поводу компонентов у вас есть какие-то предварительные планы разработок стандартизированные периоды разработки или все это более гибко и они не привязаны к конкретным датам то есть насколько это у вас организован нет ну оно есть понятно то есть мапы составляются конкретные то есть даты и прочее очень многое что диктует бизнес приходит разработку извините пожалуйста для всяких онлайн игр например тот же игл онлайн у них была раньше политика выкладывать иглопатчи в год по каким-то разработкам и в данном случае насколько вы придерживаетесь именно насколько это жестко то есть какие-то фичи вы не успеваете внедрить какие-то компоненты не готовы вы жертвуете ими в пользу выкладываем продаж потому что уже есть или вы все-таки ждете до того как это будет может ну это не политика компания это относится к конкретным проектам поэтому ничего по этому поводу могу сказать мы с целью очень сильно привязаны к танкам и их активностям мы оттуда и исходим ну и то есть больше ничего у нас это достаточно гибко ну наверное последний неинтересно просто в последнее время вы сделали очень интересный функционал по поводу планированной глобальной карты для клановых войн для ивентов для компаний насколько сложно это было сделать может быть какие-то интересные были подробности именно по планированию глобальной карты как вы это реализовали насколько это было сложно то есть какие-то интересные подробности именно этого процесса подготовки глобальной карты для ивентов для компаний можно сказать с нуля ну в общем с точки зрения программирования там ничего сложного в самом деле нет не было того истинн запускается ну там с нюансами вот а все остальные вот эти подготовки и прочее это вот собственно моя команда была создана в ноябре прошлого года просто поняв то есть в октябре вторую компанию все-таки хорошо бы иметь выделенных людей которые будут заниматься подготовкой этих всех ивентов и прочих вещей и собственно мы решаем технические задачи и как бы я могу долго рассказывать как подготовить ивент я не думаю что это все будет интересно то все ощущается влияние сообщества на то что мы принимаем решения в качестве глобальной карты я знаю что последний даже привлекаются люди которые работают в данном случае над националом глобальной карты к компании насколько сильно ваша связь с комьюнити при недостаточном сроке я жду с люком для одного внутри ну видите если на тех же вторых форумах еще где-то появляются темы вы думаете над возможностью внедрять этот функционал или это все вроде рождается у вас внутри и все эти пожелания сообщества должны пойти так сказать в долгий период времени для того чтобы не прислушались или это гораздо быстрее происходит реально по-разному ну то есть комьюнити работают очень плотно то есть есть специально выделенные люди и в частности из игроков которые много общаются которым на одобрение отдается все что будет сделано что мы собираемся от них собирается такой же фидбэк для того что существует дайдест две компании по этому поводу ну спасибо большое не знаю если кто хочет еще высказаться есть еще вопрос здравствуйте я вот хотел бы узнать как часто вы играете в игры ваших компаний и знакомились со всеми продуктами компании? ну я небольшой любитель честно говоря поиграть в танки ну у меня там не больше тысячи боев лично у меня вот есть люди которые постоянно играют тем более что у нас все сотрудники на удовольствие по 500 гал в день получаются поэтому и 7500 при при поступлении работы самолеты тоже поигрываю иногда вот тут для меня в прошлый раз Воронеж прижал баг с багажников до 20 часов он больше самолеты любит вот а другие крупные проекты ну в Канаблике честно говоря я все поигрывал записаться на багажник ну и вопрос по телефону знакомы ли вы с проектами ну подобными проектами других компаний возможно российских там ознакомливались вы и какое мнение у вас лично лично я ну не ознакомливался для тебя есть специально обученные люди там целая тела ну какой-нибудь фабричник который этим занимается наверное нет я больше люблю играть на консоли спасибо ну на консолях танки тоже есть на xbox то есть еще вопрос есть у меня вопрос только очень технический с точки зрения бизнеса вообще а как вот за пределами СНГ у той же самой Европы и США как там бизнес-то продвигается в плане танков вообще там интересно кому-то да да ну если мы там держим мощности причем в Азии в США и в Европе там все на железках я вам так скажу ну достаточно крупные там реалмы конечно он самый большой но где-то ну там соизмеримо в общем-то спасибо спасибо почему почему железки почему железки исторически или виртуалки не где-то виртуалки не там ну то есть я виртуалки если то где на Мазоне нет нет мы сами решим потому что виртуалки в смысле того что берем одну железку и на ней нарезаем там то что нам нужно а есть площадки которые железки используются исключительно под аппликейшн ну если вопросов нет если отдельно можно поправить что-то спрашивать может что-то еще раз скажу так что всем спасибо у меня доклад короче так что можете не сильно не торопиться я представляю компанию студию компании Mail.ru которая разрабатывает Alludo Online вот и занимаюсь я примерно рядом с тем же чем Леон Авакян близко к этому занимаюсь я разработкой инструментария для оперирования игр играми игровой мир как у нас устроен с точки зрения инструментария как устроен игровой мир понятно да наш модуль он не занимается всей игрой там есть игровой сервер где все происходит а мы наблюдаем со стороны там у нас в игровом мире присутствуют само собой аватары которые играют самое главное чем они занимаются у них разные предметы руны у них обмениваются деньгами они кого-то убивают с кем-то потом разговаривают берут кресты там выполняют есть также гильдии в профессии рост игрока когда игрок там развивается прокачивается у него меняются показатели корабли острова и так далее пусть это все в игровом мире не крутится на игровом сервис мы об этом находясь фактически ничего не знаю мы наблюдаем только со стороны за событиями которых оттуда к нам приходит какие у нас происходят события и насколько они для нас важны первое что происходит в этом мире все время что-то появляется что-то исчезает ну там убили моба он значит исчез если игрок пришел на какую-то локацию там эти могли появляются спарляться вот и вот эти все события мы можем наблюдать то что там игрок приближался до откуда-то или что-то сделал мы об этом не узнаем узнаем только вот некоторые такие важные события с точки зрения дальнейшего дальше разборки по истории очень важно важно передачи цель передачи ценности потому что игроки вкладывать какие-то свои ресурсы покупают кристаллы вот и важно понять что вот они потратили правильно и неправильно не с четыре лет там деневый и и что не теряют те предметы которые купили они деньги заплатили а предмет не получили это очень критично поэтому необходимы все вот эти моменты следить за ним чтобы все происходило по честному дальше прокачка персонажа естественно надо знать до какого уровня прокачался что с ним сейчас происходит какой у него опыт какие у него там новые навыки появились это при дальнейших дальнейших разборках для того чтобы когда игрок обращается за помощью оператор должен видеть события которые поступают нам мы их обрабатываем и дальше они используются вот примерно в каких направлений во первых мы можем собрать статистику о том что происходит наше мере в игровом мире как часто используются как часто убивают такого-то или как часто пользуется какой-то новой сработой фичой заходит ли на этот остров и так далее то есть мы можем парализировать статистику ошибки бывают конечно программные ошибки программных ошибок не очень много ошибки бывают там игроки могли что-то неправильно сделать они обращаются за помощью мы должны по истории посмотреть как все было на самом деле и тогда скажем что да игроку можно сделать инициацию или же мы не можем найти следов того о чем человек иногда бывают программные ошибки когда например там заходит на локацию и теряют какие-то ценности тогда приходится делать уже компенсации такие массовые компенсации тоже в этом инструментарии там можно понять кто пострадал и массово всех утешит мошенничество ну во-первых можно сделать статистический анализ чтобы обнаружить отличие от стандартного поведения ну типичная задача у нас в игре не приветствуется ботоводство да так лучше да у нас в игре ботоводство не приветствуется вот если мы видим по статистике что какой-то игрок ведет себя статистически повторяемым образом то мы можем предположить что это вот и соответственно дальше делаем анализ и оператор обращается к этому аватару в чате ну и соответственно если аватар ведет себя не как человек а как кот то соответственно аватар в бане вот если какой-то предмет получен читерским путем да то этот предмет потом сбывается и как-то там проходит цепочку передач нам надо проследить до куда он дошел где он насел и чем все это закончилось то получил в конечном итоге выдуман для того чтобы мы могли наблюдать за всем этим миром нам необходимо иметь нашу модель того что там происходит игровая модель она сильно отличается то что там внутри игрового сервера внутри игрового сервера все происходит в реал тайме все мгновенно если что-то изменилось то изменилось и мы уже в следующий момент не знаем по тикам в следующий тик мы уже не знаем что было в предыдущем тике нам необходимо владеть информацией о том что там творится и при этом мы должны знать как мы сюда попали всю историю того что там происходило и у нас не реал тайм то есть вот в игровом сервере все реал тайм происходит а у нас как раз наоборот и мы фильтруем события только те которые важны с точки зрения будущих разборов значит как мы делаем модель предметный образ мы используем такую штуку под названием онтологии в которой описываем ну это что-то вроде типа сущности связи диаграммы сущности связи когда мы описываем предметный образ описываем мы это не с помощью например xml или каких-то визуальных редакторов таких моделей мы это описываем в ходе для чего? для того чтобы мы могли получить строгую типизацию всех наших данных с которыми мы работаем и модель у нас сплошняком распространяется на весь инструментарий то есть у нас была такая ситуация когда в каждом слое приложения заново описывается части модели то есть где-то атрибуты называются по-другому где-то там типы данных поменялись где-то забыли передать данные вот такая вот тонификация она обеспечивает сквозное представление одинаковое и вся программа здесь модель значит понимает одинаково понимает что творится вот примерно как выглядит описание кусочек описания антологии про аватарс то есть мы имеем сущность имеем ряд атрибутов этой сущности и все атрибуты содержат мединформацию которая позволяет программе потом с этим работать ну вот там есть еще такая статья где все более подробно написано как я вам сказал антология она применяется по всей структуре программы события представляются в виде событий ну в виде сведений описывающих какие-то значения свойств сущности команды если мы хотим обратиться к игровому миру ну например передать какой-то предмет игроку нам для этого необходимо передать на игровой сервер команду вот эти команды мы тоже можем описать с помощью вот такого нефицированного языка и игровой сервер нас поймет в базе данных мы представляем данные таким же образом и в интерфейсе то есть интерфейс у нас тоже отражается в рамках общей модели поскольку у нас система построена на обработке событий то нам сам Бог велел использовать технологию в энд-сорсе то есть у нас идет поток событий от игрового мира и мы можем анализируя поток построить состояние всех наших интересующих нас объектов на любой момент времени на текущий момент и на любой момент времени в прошлом это вот такой подход называется энд-сорсинг вот как выглядит у нас примерно вот цепочка событий там появился аватар когда-то давным-давно потом у него происходили всякие с ним события связанные уровень менялся там какие-то деньги получил там предметы и так далее вот и мы можем в любой момент времени получить все атрибуты этой сущности как был на тот момент почему это важно это важно при разборках то есть у нас месяц назад прошло какое-то событие а сейчас вот возникли последствия этого события мы начинаем разбираться в чем причина почему так произошло мы возвращаемся в прошлое смотрим а что было в этот момент вот этот аватарнил такой-то уровень этот аватарнил такой-то уровень ну это вот как бы такая же вещь если у нас поток событий полный то мы получаем точное соответствие текущему состоянию объекта в игровом мире вот в принципе мы конечно можем и так запросить игровой мир всякий раз то есть если нам требуется можно запросить игровой мир что там сейчас в данный момент происходит иногда мы обнаруживаем рассыласование рассыласование вызвано тем что у нас поток событий который к нам приходил он ну оказался неполным по каким-то причинам во-первых когда мы только запускаем какое-то новое существо начинаем поддерживать у нас уже есть по ней данные это существо уже представлено в игровом мире а мы еще по ней события не получаем поэтому нам необходимо сгенерировать события которые приводят к текущему состоянию существа это вот называется собой декомпенсацией бывают такие вот печальные случаи когда у нас происходит ну по каким-то причинам потеря связи канал как-то сбивается или еще что-то и это во время не заметено у нас был случай когда заболел ответственный человек другой ответственный человек в это время был в отпуске и в общем так случилось что не заметен хотя это довольно редкий случай ну там естественно всякие средства от этого защиты есть но вот человек болел долго достаточно долго чтобы появился пропуск вот ну и разного рода ошибки то есть ошибки могут быть в ходе программы когда просто некорректные данные допустим в истории попадают вот в таком случае мы делаем сами формируем эти события компенсации то есть мы берем запрашиваем игровой мир дай нам текущие значения вычитаем разность и формируем новые события которые приводят наше представление о мире в текущем состоянии красным цветом они естественно отображаются в интерфейсе чтобы было видно также нам необходимо делать агрегирование значит исторические данные они актуальны вот наиболее ценная информация содержится за последнее время вот почему игровой мир у нас в рио-тайме работает там все самые ценные события которые важны именно в данный момент времени чем дальше в прошлое тем меньше там остается важных событий потому что если там прошел час уже неважно как именно там убивался этот молд уже все про него забыли вот чем дальше в истории тем меньше вот этих важных событий и в базе данных необходимо вот эту разреженность представлять каким-то явным образом ну во-первых мы можем прореживать историю то есть мы возвращаемся в прошлое и удаляем все события которые были до этого смотрим несоответствие и формируем события компенсации тем самым мы избавились от хранения лишних данных и в общем-то не всегда пострадали наши возможности к новым разборкам вот и так же агрегируются данные ну нам надо собирать статистику смотреть мы статистику можем как и в АЛЛАТ системах предварительно посчитать по каким-то известным нам критериям то есть группировать ежедневно ну вот тайм машин понятно да вот это как раз мы да еще такой момент то что мы можем по сути ну некоторые некоторые задачи разрешаются чуть ли не напрямую там на базе данных ну вот инструментарий сам собой понятно да но есть еще некоторые потребители которые обращаются к бане там естественно есть некоторые столь изоляции в виде юшек да и в принципе мы имеем некоторую свободу по изменению схемы с поддержкой вот этих юшек вот но мы можем то есть поскольку он отражен в базе то юшки могут позволять переходить в любом моменте времени в прошлое нормализация значит события которые отдает нам игра эти события так скажем денормализованы то есть вот в этот момент времени где происходит логирование события вот была такая информация и вот мы всю эту информацию отдали все отдали она попадает в очередь мы ее к себе загружаем для того чтобы потом с этой информацией было удобно работать необходимо все это разложить по полочке вот мы именно это и делаем для этого используется специальный граф который прокачивает данные то есть мы получили данные денормализованные и мы их превращаем в абстрактные такие события мы говорим что-то наподобие 1с у нас есть какое-то большое событие например несколько аватаров убили моба или босса это одна большая операция все это происходит в рамках одной транзакции и все одновременно получают за босса компенсацию какую-то ну там деньги у них у всех повышается опыт и моб прекращает свое существование все это происходит одновременно мы это представляем как набор атомарных событий и можем их обрабатывать это достаточно удобно то есть мы можем в истории каждого аватара попасть на это событие посмотреть например сколько денег заработал нам этот босс или там сколько денег через него заработали игроки вот ну и в базе данных поскольку нам есть вот эта потребность обращения в базе данных мы это можем представить в базе данных вот примеры того как у нас какие элементарные события образующие одну операцию ну и более важное это вот именно перенос каких-то ценностей либо это у нас передача предметов игрока игроку или ну допустим из магазина из какого-то передачи игроку и передачи денег потому что связано с целью с ним ну и так же естественно важные события создания и унипсажения каких-то существов для того чтобы мы могли все это как-то с этим работать в программе унифицированной и в базе данных унифицированной нам необходимо наши сущности предметов мира одинаково идентифицированы у них нету заранее определенного идентификата такого общего на всю игру нету потому что игра развивается там разные типы сущностей появляются они все по-своему как-то идентифицируются некоторые вообще идентифицируются далеко не так как в базе данных ну например предметы могут идентифицироваться в положении в сумке то есть не идентификатором предмета а вот тот предмет который лежит в пятом слоте этой сумочки вот то есть вот такой способ идентификации его тоже можно использовать но ничем не хуже за исключением того что если там через секунду поменяются предметы а с команды оправдовалась позже то мы можем не то продать а так в принципе можно вот и мы делаем представляем идентификаторы в разных формах но это нам позволяет унифицированно обрабатывать любые сущности если у нас происходит убийство кого-то и если у нас передача денег откуда и куда то мы говорим что это счет и не важно ну как с одной стороны важно но мы одинакно с этим работаем и можем оценить это счет вот значит прокачка собственно прокачка данных экстракт трансформула то есть мы должны данные получить потом преобразовать нужную форму и загрузить их в нормализованную базу значит первичные мы уже говорили а еще такой есть момент что у нас возможно перепорядочить события в силу того что все это параллельно происходит там события могут перепорядочиться и нам необходимо восстановить порядок естественный порядок тех событий которые между собой связаны которые имеют внутреннюю логику то есть если события происходили в разных локациях их не надо и не требуется глобальный порядок вот если в одной локации что-то происходило нам надо знать порядок понятно что нам надо обеспечить чтобы это можно было прокачивать на нескольких узлах и устойчивость к возможным отказам отдельных узлов то есть это важное свойство при оперировании потому что если отказали мы должны обеспечить ну и на выходе мы получаем вот эти вот плюс в виде нормального узла баз данных так это значит мы можем описать требуемое преобразование с помощью вот такого типа графа то есть мы говорим что у нас есть первичные первичные данные их надо преобразовать ну допустим собрать в один узел какой-то потом превратить в какие-то проводки то есть это все некоторые преобразования на данные это все можно описать в виде data flow диаграммы это стандартный такой способ и на выходе мы с помощью опять же некоторых преобразований получаем таблицу текущими значениями таблицу с историческими запомненными стрэпшотами версионные там какие-то данные то есть в том виде как это потом нам потребуется использовать мы используем значит синапский вид который позволяет непосредственно в ходе представлять вот такие диаграммы то есть наш весь граф преобразования данных мы можем описать в ходе и все непосредственно там на функциях того языка на котором пишем на скале какие мы выделяем ошибки во-первых у нас могут быть некорректные данные система по разным причинам могут прийти в неправильные данные ну например при определенных условиях нам забыли передать идентификатор какого-то объекта вот так сложились условия сложной механики игрового мира что они нам забыли передать мы это не можем положить нормализованную базу просто не можем нам надо что-то с этим сделать вообще мы должны сейчас придумать способ как работать с теми данными которые могут казаться некорректными потом дальше наши обработки мы сами пишем обработки и они довольно сложные могут быть что-то мы там делаем можем ошибиться это тоже мы должны обрабатывать внешние системы могут казаться недоступными то есть либо у нас недоступен игровой мир либо у нас недоступна база либо у нас недоступны узлы другие с которыми мы хотим связаться но это временно потому что мы рассчитываем что администратор не будет болеть а выйдет и высоко и запустят или сработает то есть мы рассчитываем что через какое-то время все наладится нам надо в это время переживать бывают постоянные дефекты бывают неизвестные ошибки с которыми тоже если это не попадает в одной высоте то надо что-то с этим делать значит мы для этого пишем стратегию описываем стратегию как мы с этими ошибками разных типов поступаем если у нас некорректные данные мы их сервизируем JSON и откладываем для дальнейших разборов ну естественно там где-то сообщаем о том, что у нас некорректные данные но в целом сервизовали мы их потом можем достать и заново обработать если у нас там появятся какие-то ну напишем какой-то точек кода которые справляются с этими недостающими данными внутреннее состояние если некорректно то мы просто пересоздаем в один раз если там что-то сбой произошло из-за предыдущих сообщений переполнился буфер или там какая-то забил всю очередь или там я не знаю что-то еще случилось взяли пересоздали с чистой листа обрабатываем все даты прошли все счастливы в том случае если у нас внешняя система отключилась мы обнаружим это и временно блокируем доступ почему это временно блокируем доступ к этой системе почему мы это делаем и переставляем проблотку почему мы это делаем потому что возможно система перегружена возможно туда слишком много по запросу что и от того что мы будем ее спамить еще больше легче не станет а так мы остановили доступ у себя ждем спокойно потом через какое-то время мы снова пробуем если там в течение н раз у нас наши попытки не учатся смехом мы так говорим что все система отвалилась со всем понятно что администраторы на этом занимаются они получили уведомления а нам с этим делаем ничего с этим не можем все все мы по поводу этой системы успокаиваемся больше событий не пытаемся если мы обнаружили какой-то дефект внутренний дефект то есть наша обработка содержит дефект программисты написали все система обработки она с этим ничего сделать не может пока не будет пересборка пока не будет выпущен патч пока мы это не исправим поэтому мы отключаем то есть у нас все остальные данные спокойно прокачивают все раскладывается про этот алгоритм идет сообщение разработчикам ну и кто в общем-то страдает ну если неизвестно ошибки то примерно то же самое так ну и мы начали делать интерфейс там у нас интерфейс на основе gvt мы сейчас начали делать интерфейс с помощью play вот вот и здесь как бы прототип прототип того что мы хотим получить в конечном итоге значит мы хотим туда добавить монотекстный поиск потому что это очень нужная операция у нас сейчас как бы оператор страдает от того что не хватает вот гиперссылки одно дело через интерфейс куда-то добираться по иерархии а другое дело когда в чат можно кинуть ссылку на аватара смотрите вот это удобно и и можно закладку положить там себе на какие-то вещи ну унифицированные списки всех событий которые у нас есть они сводятся в одну большую таблицу мы можем их фильтровать и выводим естественно только там релевантные события которые начали и тайм машина ну тайм машина это в принципе такая вот свеча которая в интерфейсе может не сильно заметно но так скажем ну здесь вот несколько скриншотов которые показывают во первых у нас все все ресурсы на которые мы ссылаемся они почетные гиперссылки мы можем к этому ресурсу непосредственно перепишемся если мы просто задерживаться всплывает подсказка где краткая информация самое важное присутствует значит полнотекстовый поиск встроенный значит карточка там по аватару краткая информация отображается в виде такой карточки ее можно использовать во всех виде аналогов полшаблона во всех ее можно использовать при редактировании поскольку мы к игровому миру можем обратиться только с помощью команд мы не можем редактировать прямо вот взяли и редактировали поэтому мы формируем список команд которые потом отправим и пишем что а почему мы хотим внести такие изменения список команд сформировали написали почему мы хотим и естественно оператор который сейчас залогинен он будет зафиксировать что он вот эти действия сделал и отправляем все эти команды программы ну они там применяются быстро и мы сразу видим результат то есть для пользователя это может быть не так заметно с точки зрения это важно потому что у нас все это идет не напрямую а через команду вот ну и так основные я в целом так закончился уже сказал что хотел значит то есть мы ключевые моменты нашего этого модуля единая антология которая описывает этот мир игровой мир позволяет нам везде во всех кусках программы иметь одинаковое представление о том с чем мы имеем мир то есть у нас несколько разработчиков и все прекрасно понимают как что у аватара есть такие дислости и никаких других то есть это важно то есть нигде потеют этих данных и переименования дальше event sourcing ну это ну как бы основа нашего статистического механизма то есть мы именно обрабатываем массовым событием переходящим и потом нам даем команды цифры еще по-другому называется ну и использование технологии то есть вот язык Scala он позволяет ну есть примерно раз сократить объем кода который пишется ну и по сравнению с GVT тоже обладает преимущественным шаблонным а не на контролы а вот стандартный MBC который позволяет на современном разработке на уровне современной разработки с GVT и с GVT позволяет представить ETA процесс прокачки данных с GVT он работает с базой данных и GVT и GVT то есть там эта работа с базой данных очень просто делается ну в целом всего спасибо за внимание аплодисменты спасибо за внимание аплодисменты спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо